всем привет и сегодняшнее видео будет посвящено уникальному советскому лимузину zil 4102 который к сожалению не был запущен в серийное производство а так и остался опытным образцом и этому послужило очень много сопутствующих факторов первый это то что близился развал советского союза второй это то что не было средств на запуск этого автомобиля в серию и третий это то что попросту у высших эшелонов власти не было интереса к данному образцу потому что они уже активно использовали иномарки которые порой превосходили отечественную технику как в плане безопасности так и по техническим характеристикам да и выглядели более презентабельно и было выпущено всего два настоящих опытных образца одна из машин была в золотистом цвете вторая была черного цвета и до сегодняшних дней сохранился только один опытный образец а вторую машину черного цвета распилили от нее осталась только передняя часть и она сейчас находится в частной коллекции у московского коллекционера и у deep models такая модель представлена в трех вариантах исполнения первая машина это как вы видите в этом видео золотистого цвета и было два черных экземпляра один был ранний у которого было точно такое же оформление передней части а вторая машина была уже модернизированная у нее был видоизменен передний бампер и была увеличена площадь решетки радиатора так как в ходе испытаний обнаружилось что у этой машины недостаточное охлаждение двигателя и она зачастую перегревалась поэтому конструкторы решили увеличить площадь обдува радиатора чтобы избежать этой проблемы что касается данной масштабной модели то она выполнена на очень хорошем уровне покрашена аккуратно собрана аккуратно поставляется в очень красивом боксе и у каждой модели есть свой собственный сертификат на котором есть номер вашей масштабной модели и также есть фотография настоящего автомобиля с которого копировалась данная масштабная модель и я думаю что у многих из вас есть подобная машина которая выходила в рамках журнальной серии автолегенды ссср я не стал покупать машинку из журнальной серии потому что она очень отдаленно напоминала оригинальный прототип у нее очень сильно искажены пропорции и я ждал когда у меня появится возможность приобрести модель от производителя deep models и вообще вот эти модели продаются за 6000 рублей но где-то полтора или два месяца тому назад deep models сделал акцию в честь того что он распродавал остатки со склада и эту модель я приобрел значительно дешевле еще подобная машина также была у мастерской max models в виде кита для самостоятельной сборки но там был по большому счету перепил модели и журнальной серии поэтому я тоже не стал ее приобретать в свою коллекцию модели очень хорошая детализация также полностью окрашен салон есть различные приборы деревянные вставочки ремни безопасности на ремнях есть замочки из фототравления есть зеркала заднего вида хорошо сделаны колесные диски они обутую резиновую покрышку по покраске нареканий нету есть небольшие занавесочки на заднем стекле хорошо сделана светотехника есть номерные знаки которые соответствуют настоящему прототипу есть выпускная система еще один большой плюс моделей от deep models то что они поставляются в красивом прозрачном боксе у которого прозрачный подиум и вы можете просто рассмотреть днище не отвинчивая модель от подставки днище тоже имеет хорошую детализацию здесь полностью окрашена выпускная система также обозначена коробка передач масляный поддон и в целом проработка днища на этой модели намного выше чем у аналогов от neo scale models glm models потому что на большинстве моделей из эпоксидной смолы производители не уделяют должного внимания проработке нижней части автомобиля а deep models здесь постарался на славу вот такая замечательная модель мне она очень нравится конечно сложно назвать этот автомобиль очень красивым мне он чем-то напоминает volvo 740 также здесь есть элементы rolls-royce cadillac но эта машина очень своеобразна она имеет собственный выраженный дизайн я думаю что если бы этот автомобиль был запущен в серию он подошел бы нашему руководству напишите ваш комментарий что вы думаете по поводу настоящего автомобиля по поводу данной масштабной модели есть ли в вашей коллекции аналоги из журнальной серии возможно вы тоже приобрели вот эту модель по акции и напишите что вы думаете по поводу моделей от производителя deep models я также приобрел черный вариант я сделаю на него в будущем видео обзор мы сравним его с этим вариантом так что не забывайте подписаться на мой канал если вы еще не подписаны чтобы не пропустить новые видео поставьте лайк этому видео или дизлайк также напишите ваш комментарий если будет желание подпишитесь на мою группу вконтакте там я выкладываю тоже довольно много интересных фотографий тех автомобилей которые скорее всего не появятся в моих видео обзорах всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока